Магомед Гасанабушев, победитель Московской Олимпиады, я всегда рад вас видеть. Вопрос будет исторического такого плана. Будьте добры, вот прокомментируйте, как на ваш взгляд менялась борьба. Вот в эпоху, когда 80-е годы вы боролись и побеждали, какая была команда. И потом изменения, 90-е годы, 2000-е, сейчас. Вот такой анализ хочется от вас слушать. Ну, это такой, можно сказать, не такой короткий разговор. Ну, если вкратце говорить, конечно, любая борьба, она, как говорится, она в зависимости от правил, борцы подстраиваются под борьбу. Поэтому в то время, когда мы боролись, мы застали время, когда боролись 9 минут, 3 по 3. Поэтому борцы должны были обладать какими-то качествами. Вносливость должна была быть и другие качества, характер. И много технических, мне кажется, было больше времени, что ли, провести эти действия. Потом в одно время сделали вообще, чуть ли не знаю, детскую борьбу из нее, под два, под два сделали. Там вообще давили до абсурда. Там шарики вытаскивали, то там непонятно. Начали менять правила каждый там, каждый год начали, каждый полгода. Честно говоря, было... Не успевали адаптироваться. Больше всего, конечно, мне не нравилось, когда вот эти шарики определяли судьбу спортсмена. Это не лотерея, это же не казино. Но, к сожалению, такой период тоже прошел. И хорошо, что... Слава Богу. Да, слава Богу. Хорошо, что и там многие даже этим грешили, какие-то тоже методы находили, какие-то технологии. Кому-то там, кому-то шарик вытащить, кому-то не вытащить. Поэтому, наверное, вот в данный момент сейчас более-менее, хотя бы как-то правила чуть-чуть уже вернулись к старым, хотя времени меньше, два периода. Ну, хоть борьба изменилась. Видно, мы все видим, что броски пошли, приемы пошли. Мы же видели, когда по тем правилам, как они толкались, ждали этого шарика. Никто ничего не делал. Поэтому считаю, что в данный момент чуть-чуть стало получше. Намного, по крайней мере, по сравнению с тем, что вот предыдущие правила, которые были. А можно сказать, что борьба сейчас стала очень рациональной, и вот основной, в общем-то, прием – это проход в ноги, мельница. Как вернуть борьбу к тому броску через бедро, которым вы владели великолепно, к тем приемам, которые Белоглазовы делали, там, Мандиев? Вот как вот эту высокую, яркую, амплитудную борьбу вернуть? Вот я же говорю, вот поэтому, когда я говорил, что технически все-таки старая школа, мне казалось, по крайней мере, была более технически и больше оснащена, я как раз таки имел в виду то, что были такие приемы, которые на сегодняшний день уже выпали из борьбы. И кочергу мы не видим, и бедро никто не делает. Практически мы не видим этих бросков. Партера тогда, который обязательно партер был, когда мы боролись, его тоже сейчас нету, тоже очень сложно было. Сейчас даже не ставят партер, и то умудряются проиграть и сразу улететь. А тогда ставили, и по свистку было иногда сложно устоять. Поэтому в любом случае данная ситуация, то, что вот сейчас правила, в любом случае правила диктуют поведение борцов. Согласен. Кто бы ни был, все равно, это независимо, какой бы борец, если борец, он, можно сказать, классный, он, в принципе, подстраивается под любые правила. Но, наверное, это делают для слабых борцов, но для сильных борцов особой такой большой разницы нет. Они все равно найдут дорогу для победы. Советская команда, почему она обладала таким разнообразием техник разных? Ну, вы все не похожи были друг на друга. А сейчас так или иначе прослеживается, так назовем, кавказская школа. Вот за счет чего у вас такая разнообразная техника? А я скажу, это тут вопрос очень легкий. Во-первых, тогда, когда мы были в Союзе, тогда с 15 союзных республик, можно сказать, стекались, и каждый вносил как бы свой колорит. Свои какие-то были национальные, как бы у них то, что более присущие им какие-то техники. Проносили у нас, получается, за счет этого была такая более богатая техника. А на сегодняшний день, вы все знаете, доминирует несколько республик. В основном Дагестан, Осетия, ну и сейчас Кабарда, вот сейчас Ингушетия, Чечня. Да, да. Вот сократилась география борьбы, за счет этого получается уже меньше разнообразности в этом плане. То, что в каждой республике, вот, допустим, у нас в республике одна тенденция, наши какие-то приемы, в другой республике все равно это тоже играет роль. Вот разнообразие республик, она как раз-таки и увеличивала этот потенциал. По количеству зрителей, сейчас эти соревнования не обсуждаем, здесь особые условия. Раньше на открытых стадионах боролись. Вот в ту эпоху зрителей и сейчас интерес у зрителей больше стал или меньше? Ну, честно сказать, в борьбе у нас, в Дагестане особенно, Осетия, Дагестан, в Кавказских республиках борьба всегда была и в то время, и в сегодняшний день у нас полные залы бывают. У нас не бывает такого, чтобы там у нас залы пустили, там обязательно у нас полный зал, у нас всегда востребованный, это вид спорта, у нас очень любят борьбу в Кавказских республиках. Как вот, наверное, и в других республиках, где развиты свои виды спорта, у них тоже там, наверное, поэтому это естественно. Сегодня заключительный день, четыре веса. На кого вы пришли посмотреть, чью схватку вы ждете? Ну, здесь у нас, в принципе, в каждом весе есть представители, да. И, конечно, мне интересно было, как наши, можно сказать, лидеры сборной, как они себя чувствуют. Конечно, да, оптимальная форма еще есть, как говорится, над чем работать. А так, ну, по большому счету, на тех, кого делали ставки, на кого делали ставки, они все безосечки, они прошли, пока прошли. И сегодня, и в предыдущие дни тоже все наши лидеры, они все, как говорится, выиграли золото и доказали свой класс. Поэтому, ну, сегодня кто у нас у нас? Садулаев, естественно, мы знаем, что у нас, как говорится, номер один. Поэтому на него интересно посмотреть, насколько он так легко расправляет со своими соперниками. И хорошо, что он не так сильно еще утерял форму, потому что это наша гордость. На самом деле, мы надеемся, что Олимпийский год, это стопроцентно, мы гарантируем, что этот не подведет он. Ну, и также наши ребята, вот, 57 килограмм, 65 килограмм, тоже Угуев и Рашидов тоже, тоже они надежно подтвердили свой класс, тоже чемпионами стали. Ну, в остальных весах, в неолимпийских весах мы, ну, как бы, конечно, болеем за ребят, но для нас очень важно в олимпийских весах, чтобы они себя зарекомендовали. А в тяжелом весе у нас таких, конечно, явных лидеров не было. Пока нет. Ну, да, пока нет, к сожалению. Это было мнение олимпийского победителя Магомеда Гасана Абушева. Спасибо. Всех благ. Вам спасибо. Да, хорошего здоровья. Спасибо.